Рассказ «Тяжёлые ножницы». Первое послание Петра, 3 глава, 16 стих. «Имейте добрую совесть». «Ой, мамочка, какие красивые ножнички! Подари мне их, пожалуйста!» С восторгом воскликнула первоклассница Таня, заметив среди выложенных на столе маминых покупок упакованные в прозрачный пакетик маленькие изящные ножницы для ногтей. «Нет, дочка, я купила их для себя», возразила Ирина Ивановна. «А тебе они пока не нужны». «Мамуля, очень тебя прошу», взмолилась Таня. «Ну что тебе стоит?» «Доченька, не уговаривай меня», твердо возразила мама. «Эти ножнички очень острые, и ты можешь ими порезаться». «Обещаю тебе быть очень осторожной», горячо воскликнула Таня. «И просто носить их в сумочке». «Доченька, своего решения я не поменяю», подытожила разговор Ирина Ивановна. «А сейчас иди на кухню, будем обедать». Таня обиженно поджала губки и прежде чем выйти из комнаты, еще раз с сожалением взглянула на чудесные ножнички. Сейчас под освещающим их солнечным лучом они весело блестели и были еще красивее. Печально опустив голову, девочка неохотно пошла на кухню. В этом году Таня начала учиться сразу в двух школах – в общеобразовательной и в церковной воскресной. Родители у нее были верующие, поэтому она с детства посещала христианские собрания, где у нее было уже много друзей. Занятие в воскресной школе проводила 17-летняя Лидия, наша Лидуся, как нежно называли ее между собой ученики. Дети ценили мягкий нрав Лидии, всегда приветливую улыбку и способность понятно объяснять трудные места из Библии. На последнем воскресном занятии наша Лидуся рассказывала о восхищении церкви. Она сказала, что очень скоро Иисус Христос придет опять, чтобы поднять всех готовых ко встрече с Ним в свое небесное царство. «Это будет самый большой и нескончаемый праздник для тех, кто его любит и ждет». Таня очень любила праздники и поэтому быстро спросила, «А что это значит быть готовым? Ведь я тоже хочу в небо». «Те, кто примирились с Богом, должны стараться больше не грешить», охотно объяснила учительница. «Ведь Иисус может прийти в любой момент, и тех, кто не захотели расстаться со злом, он не возьмет». «Значит, я готова», – воскликнула Таня и облегченно подумала. «Недавно я попросила у Бога прощения за свои грехи и до сих пор не сделала ничего плохого. Даже маме по дому помогаю. Значит, и я попаду на этот большой праздник восхищения церкви». Она вернулась домой в прекрасном настроении, собираясь рассказать маме о своей радости. Но, войдя в комнату и увидев, что Ирина Ивановна держит в руках те самые блестящие ножнички, замерла на пороге. «Доченька, почему ты не проходишь?» – спросила мама. «Расскажи, что у вас было на занятии?» Но Таня как будто язык проглотила. Все ее внимание было сосредоточено на красивых ножничках. Что-то невнятно пробормотав в ответ, она присела в кресло, открыв лежащую на столике книгу. Ирина Ивановна не обратила внимания на ее странное поведение, потому что была очень занята подготовкой к участию в вечернем собрании. Как только мама вышла из комнаты, Таня быстро подошла к тумбочке, на которой лежали ножнички, нетерпеливо схватила их и, завернув в носовой платок, спрятала в карман. «Все, теперь они мои!» — радостно подумала она. Но сердце тревожно забилось, и вместо его обычного «тик-так, тик-так» Таня послышалась. «Верни, верни!» «Ну уж нетушки!» Сердито ответила она своему сердцу. «С этими ножничками я уже не расстанусь!» И действительно, она весь день носила их с собой, а ночью положила драгоценный сверток под подушку. На следующий день, когда Таня вернулась со школой домой, мама встретила ее вопросом. «Доченька, ты случайно нигде не видела мои ножницы для ногтей? Они куда-то пропали!» «Нет!» — торопливо ответила Таня, покраснев, как помидор. А сердце ее встревоженно застучало, и опять вместо «тик-так» теперь оно говорило «Вранье! Вранье!» Ирина Ивановна внимательно посмотрела на дочку и сказала «Как жаль! Они мне сейчас так нужны! Возможно, я случайно положила их в другое место и теперь просто не могу вспомнить». Тане стало очень стыдно, но признаться в проступке не было сил. Вечером перед сном она достала ножнички, но теперь они уже не радовали ее. Таня начала мучительно придумывать, как бы все исправить. «Может быть, просто положить их на место?» беспокойно размышляла она, уже лежа в постели. «Но тогда мама обо всем догадается, ведь она уже не раз искала их там. Или скажу, что нашла ножнички в другом месте, например, под диваном. Ой, нет, и это плохо. Во-первых, непонятно, как они могли туда попасть. А во-вторых, тогда мне опять придется обманывать. А может быть, просто выкинуть их?» От безысходности положения Таня даже начала тихонько плакать и тут вспомнила. Наша Ледуся объясняла ученикам о том, как опасно непослушание Богу. Один грех тянет за собой другой, они липнут к друг другу, подобно большому снежному кому. «Ах, ведь теперь Иисус наверняка не поднимет меня в небо!» испуганно подумала Таня, вспомнив о предстоящем празднике, восхищении церкви. «Ведь я сделала очень плохой поступок, да еще и скрываю его». Ей захотелось сейчас же позвать родителей и все им рассказать, но потом она решила не торопиться. Возможно, утром ей удастся придумать что-нибудь получше. «Не может быть, чтобы Иисус не взял меня на этот праздник!» постаралась убедить себя Таня, уже погружаясь в сон. «Ведь я, в общем-то, очень неплохая девочка!» В эту ночь ей приснилось, будто она выходит из молитвенного дома после воскресного занятия. «Рядом мама, папа, наша Ледуся, другие дети и взрослые». Вдруг раздался громкий звук трубы. Все небо просияло неземным светом, и прямо на Таниных глазах ее родители и друзья стали подниматься вверх. «О, начался праздник восхищения церкви!» с восторгом поняла Таня и с нетерпением стала ожидать своей очереди. Но потом увидела, что все ее знакомые уже в небе, да так далеко, что их уже трудно было разглядеть, а она сама все еще стоит на земле. «Иисус, неужели ты забыл обо мне?» в слезах вскричала Таня. Она подняла руки вверх и даже изо всех сил приподнялась, встав на цыпочки, чтобы поскорее войти в это влекущее, сияющее голубизной и золотом небо. Но вдруг почувствовала огромную тяжесть, придавливающую ее к земле. Опустив руку в карман, Таня с трудом достала сверток, который почему-то стал очень большим, и, размотав платок, увидела огромные ножницы. Теперь она поняла, что именно этот груз помешал ей подняться в небо. Таня попыталась выбросить тяжелые ножницы, но они как будто прилипли к ее рукам. Взглянув вверх, она увидела, что фигурки ее друзей уже скрылись в большом белоснежном облаке. «Иисус, прости меня!» в отчаянии закричала она. «Я тоже хочу в небо!» «Доченька, милая, что случилось?» Вдруг услышала Таня родной мамин голос. «Почему ты так кричишь?» Таня открыла глаза и, увидев склоненные над ней лица родителей, поняла, что это был лишь сон. Мама положила ладонь на ее лобик, проверяя, не повысилась ли температура, а отец успокаивающий взял дочку за руку. «Мамочка, папочка, как хорошо, что вы здесь!» радостно воскликнула Таня. «Значит, праздник восхищения церкви еще не начался?» «Думаю, что нет», улыбаясь, ответил отец. «Ты, наверное, видела какой-нибудь сон?» «Да, и я хочу побыстрее рассказать вам что-то очень важное», сказала Таня, быстро поднимаясь из постели. Родители переглянулись, а она, ничегошеньки не скрывая, рассказала о том, как украла понравившиеся ей ножнички, завернув их в платок, и как потом обманула маму, заявив о том, что не видела их. «Как собиралась скрывать свой поступок и дальше?» «Но сегодня мне приснилось, что начался праздник восхищения церкви», взволнованно продолжала Таня. «А я не могу вместе с вами подняться в небо». Ножницы вдруг стали очень большими и тяжелыми. Они прилипли ко мне, и я не могла их выбросить. Я стала просить прощения у Иисуса, но потом проснулась, «А теперь прошу и вас простить меня». «Да, конечно, доченька, мы прощаем и рады, что ты все поняла», ответила мама. «Грех иногда кажется легким и незначительным, но если от него не избавишься, то можешь не попасть в небо», объяснил отец. «А от тяжести вины избавляет только Иисус. «Поэтому теперь я всегда хочу быть послушна ему и вам», сказала Таня и положила маленькие ножнички на положенное им место. Не прячь свой грех, проступок не скрывай. Когда тревожно совесть обвиняет, скажи все честно, время не теряй, ведь Иисус и так о нас все знает. Не бойся перед Ним вину признать. Тебя Спаситель очень-очень любит. Ты можешь обо всем Ему сказать. Господь всегда поймет и не осудит. Подняться в небо сможет только тот, кто Богу и родителям послушен, кто сердце наполняет чистотой и со грехом уже совсем не дружит. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok